Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. С вами Роман Карасев. И сегодня на ВДНК в павильоне Роснефть проходят дни самбо, год 85-летия самбо. И несколько дней проходит мероприятие в павильоне Роснефть. Сегодня прошел открытый урок известного самбиста в дисциплине боевое самбо Алексея Иванова, заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, который показал молодым и собравшимся здесь на открытый урок детям основы самбо, элементарные упражнения. Сегодня тренировка прошла очень хорошо, и в нашем репортаже вы увидите фрагменты этого тренировочного занятия, а также небольшое интервью, которое Алексей дал в видеоканал Планеты Дзюдо. И, конечно же, еще мы получили вот такую открытку от Алексея, за что очень благодарны ему, и желаем ему лично и всему мировому сообществу самбистов больших успехов, здоровья и достижения всех возможных высот, которые они захотят достичь. Спасибо, что смотрите YouTube-канал Планета Дзюдо. С самоскархозкой наоборот. Допустим, вы идете по улице, раз, лужик подскальзывает, падает, значит, падать нужно сначала на мягкую часть тела, падает на нас, и перекатываемся на широчайшем выше спины. Волгу ни в коем случае не откидываем, ни в сторону, ни в лево, ни в право. Волгу мы стараемся придерживать. Волгу ни в ту сторону, на какое мы совершаем падение, мы, соответственно, отнименную ногу заносим в сторону. Приземляемся на таз, перекатываемся и выполняемся на страховку. У кого шея не выдерживает голову, могут придерживать голову и рукой. Мы падаем. Оп, дикто, приготовились. Так, стоп, 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 стоп. Давай поднимаемся еще раз, еще раз. Значит, самая главная ошибка при победе выставить локоть. Очень важно, здесь мягкая поверхность. Очень важно, сначала, байс на таз. Давай, побольше. Еще раз. Еще раз. Так, все, ну, Артем, не касаемся. Так, теперь давай на левую сторону. На левую сторону. Дальше. Встали, встали, встали. Встали. В перекат. В перекат. Запомнил. В перекат. Стаза, на спине, на спину перекатываться. Выводение фиксируем. Ударом руками. Обковерки. Вот. Встали, вверху и сположили. Снова. Вверху и сположили. Так, давай. Руки должны не за голову туда идти. Вот. Пол плеча. Вверх антикулярных. Ладонями, ладонями. Кисаться в ладонями. Головой не касаемся, не касаемся. Голову вперед, подлогой к груди нажимаем. Так, еще. Еще. Встали, встали. На почки, встали. На почки, встали. Локтями не касаемся. Только мягкая часть села. Еще раз. Хорошо. Так. Самый базовый у нас акробатический прием, это кувырок вперед. Значит, мы из положения приседа на корчиках стоим, руками касаемся. Коленосток и выходим в исходное положение. Раз, следище. Сейчас отсюда. Друг за другом. Давай. Друг за другом встаем. И делаем два корка. Раз, два. И обходим. Давай, закончим. Раз, два. Следующий. Раз. Раз, два. Отлично. Сам вместе. Давай. Отлично. Супер. Подбородок. Еще сильнее толкаешь. Подбородок. Подбородок. Все, поехали. Подбородок. Ножки. Прихватывай. Подбородок. Ножки. Прихватывай. Пувыркаемся через плечи. То же самое положение. У нас положение на корчиках. Мы заносим руку вверх через плечо, которое хотим выполнить. Кувырок. И уводим ее в сторону. В противоположную сторону. И, соответственно, делаем, толкаемся ногами вперед. И перекатываемся по плечу. И выполняем фиксацию сковород. Ударом рукой. Раз. И выходим в стойку. Выходим в стойку сейчас. Кувырок. И выход в стойку. Вверх. Подбородок держал. О. Да. Хорошо. Вверх. Подбородок держал. Толкаемся ногами. О. Отлично. Давай. 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 Лучше. Лучше поднял. Справу. Раз. Заняемся сзади. Толкаемся. Черт. Через двойку сейчас. Вот толкаем. Давай. Сел. 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 Конечно. Все. Столкайся. Вверх. Лучше. Подсед. Поперед. Должны. Своего партнера вывести. Изравновесие. Так, чтобы он сделал шаг. Шаг в сторону. Либо одной, либо соответственно. Другой ногой. Если он отвернул его... Чего страшного? Сделал шаг. Значит, вы его вывели. Изравновесие. То есть вы стоите и он говорит. И считаем, кто сколько раз зашел с равновесием. Будет отжиматься потом. Значит так, следующее задание. Партнер стоит, держит руки вот так. Вы стоите рядом с партером. Ваша задача вывести партера из равновесия к ударам лоботними палатони. Его задача, соответственно, провалить. Ваша задача друг друга вывести из равновесия. Только фронтально. Одену тебя. Берете захват замок второй рукой. И сейчас будем своего партнера выводить из равновесия. Вы стоите, и вы будете его из равновесия. Вперед, назад, вот видите, от себя, сиденье, партнер, партнер, соответственно, убирается. Восемь из равновесия. Того номер сопротивляется, не дает себя в равновесии. Не дает себя в равновесии. Теперь, как зовут? Прямо, давай, ты его помоги, а я себе, давай. Давай, по праву. Браво, вот он вперед поставит. Нет, иди, почитай. Двигаем, двигаем, двигаем в окно, двигаем от себя к себе, не падайте. Двигаем в лево, вправо, в лево, вправо. Давай, давай, двигай, двигай, двигай. С этого зашла, который был у вас за шею, за руку, выполняем носок с задней подножкой. То есть партнер стоит во фронтальной стойке, в стойке ширина ног такая, чтобы между ног была ширина плечи. Стоит партнер, ножки чуть под согнутую ногу, то есть не на тряных ногах стоит, чуть под согнутую ногу. Значит, вы выполняете бросок с задней подножкой, берете захват за шею, захват за руку. А племенная нога, той руки, которая выполняет захват за шею, у вас впереди стоит. Задней ногой, делая шаг в сторону захватченной руки, вот она у вас, рука захватченная. Вы делаете шаг с задней ногой и переносите вес тела на руку партнера. Таким образом, чтобы у него загрузилась вот эта нога, куда вы шагаете. И под эту ногу выполняем заднюю подножку в другую ногу, да? Выполняем бросок. В шаг, в шаг. Вот, на право за шею, вот здесь. Руку держишь, и сто. Держишь удар. Дайте, надо, вы шагаешь сюда. Раз, да. А локон не кладете, вы только что выходили. Так, не слышу вопрос, у нас готов к ней. Падение. Ваш, а локон не кладете, кого? А, на руки не кладете, не кладете. Алло, локтями не касаются локтями. Так, закончили. Так, а, перерыв, две минуты, перерыв, можно поднять локон не кладете. А, папа локон не кладете. Так, ребят, смотри, сейчас следующая работа будет. Сейчас будет борьба. Борьба в мартере. Значит, смотри, работа на коленях. Вы на коленях, двух перед другом. Ваша задача, ваша задача, забороть группа актера. Уложить его на лопатку. То есть, вы его сбороли, выполнили удержание, удержали 5 секунд на лопатку. Если вы не смог уйти, возвращайтесь в исходное положение. Отсюда начинаем бороться. Ваша задача, повалить партера на спину и удержать 5 секунд. Удержали, сдернули в исходное положение, начинаем бороться за ноги. Соответственно, когда вас помогли, вас завалили, заполняют удержание. Вот так говорили. Вот как не можно. Вот где за ноги. Ваша задача, выходить актера. Удейца, ухочу, можно подкрыться. Так, чтобы вас не удержали 5 секунд. Поехали, бай-бай. Давай, давай, переворачивай в огне. Поехали. Все, давай, сюда. Давай, сюда. Актер. Не, 3 секунды. Приготовились. Начали. Касаемся руками за головой на скопу. 10 раз. Потом переворачивайся на живот. 10 раз. Храним поясницы. Давай, давай, давай. Живи, живи, живи. Давай, давай, живи. Шири ноги, шири ноги. Ноги на ширине плечика. Ноги на ширине плечика. До свидания. Удачи. Дальше второй круг. Таких требований. Давай, давай, давай. Паша, Паша, Паша. Второй круг. Кто последний? Кто рассказывает из-за творения? Рано и тот. Давай, давай, давай. Рано и тот. Рано и тот. Рано и тот. Да, все, на этом у нас мастер-класс накончен, завтра 16.00, в это же время, вторая часть мастер-класса. Все живы-здоровы? Да! Не у кого ничего не болит? Нет! Настроение? Отличное, супер! А сейчас у нас автограф и фотосессия. У кого есть желание сфотографироваться, у кого есть желание получить автограф, можете это сделать. Спасибо за просмотр! Спасибо. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня провели показательный урок в стенах павильона Роснефть по самбо. И, конечно же, первый вопрос для вас. Что такое самбо? Мне уже перед основным мероприятием задали вопрос, что такое самбо для меня конкретно. Ну и, соответственно, я, наверное, такими общими, общей фразой сказал об этом, потому что самбо – это путевка в жизнь для тех людей, которые, так скажем, окунулись в это единоборство, которые полюбили это единоборство и которые, наверное, философию этого единоборства используют по жизни. И я в том числе. Самбо – это трудно или легко? Это очень трудно. Это очень трудно, чтобы заниматься самбо и эту философию проектировать на себя. Это нужно обладать, наверное, большой силой, внутренней силой. Нужно научиться бороться со всеми неприятностями, которые у тебя в жизни могут случиться. И нужно действительно быть готовым, готовым ко всему. Вот вы сказали, что нужно быть готовым к различным неприятностям, которые могут произойти в жизни. То есть вы считаете, что самбо – это некая технология, которая позволяет адаптировать организм человека к встрече с такими неприятностями в жизни? Не только к встрече, к преодолению. К преодолению, потому что мы знаем, что в жизни каждый человек встречается с неприятностями, но не у каждого хватает сил этой неприятности, соответственно, к преодолению. Те, кто занимается этим недоборством, они какие-то сложности, так сказать, у них возникают не к вред. И тренируя свою устойчивость к этим сложностям и преодолению, они, соответственно, эти неприятности в жизни, они тоже преодолевают и совершенно, соответственно, идут по жизни вперед. Сегодня вы провели открытый урок. Вот основная задача этого урока для вас? Основная задача для меня была познакомить аудиторию, которая присутствовала на данном мероприятии, с самбо, показать красоту этого единоборства, показать, посвятить вообще людей к этому единоборству. Как вы думаете, вот та аудитория, которая сегодня была, насколько она восприняла то, что вы хотели им сказать? Понятно, что это дети и понятно, что не все так быстро, но на ваш взгляд, как вы ощутили какую-то энергетику? Достаточно неожиданно было для меня. Я все-таки думал, что моя аудитория, которая здесь присутствовала, будет стесняться. В самом начале я предложил выйти на ковер и был удивлен, что очень много детей, так скажем, отбросили все вот эти вот свои сомнения какие-то, отбросили стеснение. Вышли на ковер и сомнайферы и ездили занятия. Я на самом деле был очень удивлен, что люди, которые здесь присутствовали, с интересом, проявили большой интерес к данным мероприятиям. И все, с начала мероприятия здесь были, они все остались до конца. И я думаю, они удовлетворены тем, что здесь пошли. А вы сами удовлетворены? Я сам удовлетворен. Я еще раз повторю, что я был удивлен, что аудитория действительно с интересом просмотрела, вдумчиво просмотрела, с таким даже, я могу сказать, пристальным вниманием. То есть данный мероприятий сегодня был отлично. Видно было, что вы, в принципе, тоже достаточно подготовлен к проведению таких мероприятий. И в связи с этим вопрос, как часто вы проводите такие открытые уроки? И есть ли у вас вообще такая практика проведения у таких уроков? Да, конечно, я как бы активно провожу работу, провожу мастер-классы. И у меня Международная Федерация сам отправлял в дальние командировки проводить мастер-классы по боевому самбо. Я в 19-м году ездил в Пекин, там, в принципе, представлял боевую самбо. И для меня проведение таких мероприятий не составляет большой сложности. Я всегда готов, всегда, так скажем, мобилизован к проведению данных мероприятий. Уже на следующий год запланированное мероприятие мы пригласили в Псковскую область, привести логин с мировой псковской области, привести мастер-классы по боевому самбо. В этом году самбо отмечает 85-летие. И в связи с этим хотелось бы от вас услышать поздравления в адрес всего мирового сообщества самбистов и какие-нибудь пожелания. Всех поздравляю с юбилеем, с большой датой, 85 лет. Для кого-то это покажется много, кому-то покажется мало. Я всех самбистов поздравляю с этим праздником. И хочу пожелать оставаться, быть верными единоборству. И всячески принимать участие для развития и для популяризации нашего любимого вида единоборства. Спасибо, Алексей, большое. И вам всего того же, что вы пожелали всем самбистам, только в Кубе. Спасибо. Спасибо.